всем привет дорогие друзья меня зовут денис и я живу в солнечной греции сегодняшнее видео хочу посвятить тому что вот мы находимся на карантине и все закрыто все закрыто только работает take away пойдемте мы вам покажем что происходит в ансалоника какая тишина и спокойствие сейчас по идее должны магазины все открыться но как видно все закрыто даже take away не работает зашли ребята в nike мы спросили вы будете работать нет говорит и кстати nike в греции будет закрываться не знаю почему но так так было написано в интернете а пока мы гуляем по пустому магазину поднялись мы на второй этаж второй этаж тоже пустой находимся на втором этаже здесь тоже все закрыто у ребят я спрашиваю работает только take away по интернету они заказывают собирают заказы и потом отсылают курьером по домам вот так вот происходит вся продажа обидно конечно работает только супермаркет в данный момент только можно кушать и все жаль а хочется 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 одежды хочется нормального внешнего вида а так чтобы покупать я не рискую потому что вещи не все подходят поэтому будем ждать открытия когда откроется нормальный магазин и склавинились привет мы идем кушать ранее утречка вы вышли я вышел наперекур в ансалонике так сейчас мы были в слове не деси что по вещам по вещам take away все закрыто вот взяли там пару покупателей таких ну нужных вот и сейчас сидим сказали через 20-30 минут принесут то есть такого плана мы решили выйти на улицу посидеть подышать вот и потом будем спускаться зайдем заберем свою покупки будем уже возвращаться домой так что так что я в шоке с карантину с неудобства я должен терять свое драгоценное время из-за того что take away кто-то придумал из-за того что придумают кто-то какие-то правила жаль кстати мне надо еще фармакеу зайти пойду фармакеу смотрите как убирают центр сразу перерабатывают классно молодцы так я уже приехал на свой район где работаю в анатумбе сейчас мне надо пойти одну вещь купить и я вот заметил я сейчас прохожу некоторые магазины place он это магазины электротехники они сделали молодцы окошко и через окошко take away выдают свои покупки вот потом получается магазин с одеждой вот допустим женский открытый но вход входить туда нельзя там стоит стул ну в общем только но так увидел вещь посмотрел понравилось заплатил оплата идет только картой наличку не берут мне еще надо к фармакеу зайти я там был в склабинедисе когда он салоника там не было того лекарства что мне надо а сейчас вот он решил немножечко пройтись тоже поснимать люди кто-то уже футболка раздетые на солнышко хорошо погода классно виско это греческий магазин с греческими товарами все для дома и цены приятные магазине массу здесь ну массу здесь очереди нету как в лидл в лидл большая очередь у нас на районе а здесь как видно нет никого магазин today он круглосуточные у туда очередь вон там кофе продает сигареты тоже цены немножечко завышенной но зато 24 часа работает все закрывается они работают если срочно надо что-то купить то ищите такие магазины как видите движение есть сегодня вторник вот ну заправки а бензин вот у нас подорожал сейчас 95 евро евро 48 а дизель дизель евро 26 мне еще топать и топать до магазина ничего здоровее будем еще 13 часов работы побегать в общем сейчас начинается открываться погода у нас хорошая и хочу поменять свой график потому что уже надоело в таком сонном состоянии быть я прихожу домой после работы и у меня график такой я всегда усыпаю где-то в 3 утра сегодня я проснулся его для вас снимал видео я специально проснулся очень рано в 7 30 я проснулся утра для того чтобы после работы когда я приду домой чтобы меня просто сразу вырубила я ложился спать они вот это вот еще мучился до 3 утра и хочу по утрам сейчас выходить на спортплощадке так как я люблю заниматься спортом надо по чуть-чуть входить в форму вот так что такие планы ну я думаю достаточно будет будет закрытый большой видите какой ну магазин вот спортивная вчера кроссовки искал все закрыто было сегодня открыто когда мне уже надо бежать на работу все пооткрывалась ну ладно уже ничего не поделаешь выходной пролетел и кстати когда утром встаешь столько дел можно сделать еще но вот единственный минус что как себя буду чувствовать на протяжении дня как мой организм это все воспримет потому что работа тяжелая на ногах бегаешь двигаешься надо еще и на слух иметь слушать что что кричат какие заказы я же не только заказы по бумажке читаю я еще жарю для ребят которые продают витрину витрину что же заполнять надо вот в таком плане это все надо учитывать то есть свои минусы есть свои плюсы ну хорошо друзья увидимся уже тогда вечером погодка шикарно так смотрите какая прелесть что это за машинка маленькая такая кто знает она отпишитесь что за машина такая обалдеть класс салончик такой маленькая манюнь к дага круто с номерами кто знает отпишитесь что за марка моды машины день добрый так у нас уже 10 число на дворе видео снимаю за несколько дней ну чтож я сегодня но вообще давайте начнем с того как я вчера работу закончил вчера работу закончила как у нас работы не было не было с моего процесса мы отдали где-то 35 заказов это вообще ничего для магазина шеф расстроенный и я тоже сидел думал гадал с чем это связано почему так оказывается друзья оказывается президент греции сказал регион атика атика это афины афины значит закрывается на полный локдаун что значит полный локдаун будет работать только супермаркет и аптеки все все будет закрыто с 11 февраля до 28 февраля но это еще не значит что после 28 числа мы снова заживем свободной жизни это еще не конец так что вчера он делал заявление по ютубу по фейсбуку крутят его по телевизору он показывал президент греции и вот скорее всего в салонике где живу скорее всего с этими связано падение работ торговли да вот как в моем гирина дикосе потому что люди боятся я еще вам снимал видео сейчас она заливается на канал сегодня на скинется что за очереди что за паника все в магазинах стоят в лидл допустим с тачками такие очереди вообще непонятные вот оно с чем связано с тем что будут закрываться опять школы музыка опять закрываться в афинах вот завтрашнего дня все полный локдаун не школы ничего не будет работать и скорее всего что через некоторое время город салоники тоже ожидается тоже самое только все зависит от времени так что блин хотел я много времени хотел я выходных вот сейчас будут выходные только в домашних условиях это меня совсем не радует вообще ну вот такая вот информация ладно буду посмотрю еще что сегодня на работе будет два дня вообще работы нету заказов очень мало люди практически вообще не гуляют по городу сейчас вечером потому что видно или деньги экономят или боятся но все в ожидании все в ожидании того что город салоники тоже закроют ужас ужас одним словом вот такое вот видео получилось для вас так что друзья подписывайтесь на канал комментируйте вот становитесь спонсором канала по желанию по желанию я буду только рад ну друзья не болейте до новой встречи и всем пока солнечной греции